Что интересного можно узнать в Нижегородской глубинке? Помните у Корнея Ивановича Чуковского в произведении «Мой дадыр» «Крокодил проглотил мочалку»? Там так и написано «И мочалку словно галку, словно галку проглотил». Помню, что в детстве я сильно переживала, что же станет с крокодилом. Но вернемся в деревню Букалей. В ней и сегодня продолжают делать мочалки. Этим заняты почти все 43 жители деревни. Еще в первой половине 20 века мочалочным промыслом кормилась половина Центральной России. Теперь букалейские мочальники, пожалуй, последние. Как делают мочалки? Весной заготавливает липовая лыка и замачивает его. Осенью коровы не мают из воды. Полежав в воде все лето, липовая лыка легко отделяется от коры. Раньше для этого в Букалеи использовали русский инструмент с забавным названием – кочедык. Его еще называют лопатным шилом. Но со временем в деревне растерялись все кочедыки. И несколько деревенских мастеров поехали за ними в Москву, в ГУМ. Но не нашли там ничего подобного. После отмочки сырье сохнет на деревянных вешалах. Потом мочальники топором разрубают лыка на полосы нужной длины. Их расчесывают, связывают и заматывают. Мочалки получаются мягкие и пушистые. Липовыми мочалками сейчас интересуются салоны красоты. Большая от них оказывается польза. Кроме мочалок в Букалеи делают малярные кисти или щетки, как их здесь называют. Для чего? Чтобы белить деревенские дома, хаты. С течением времени мочальный промысел сократился. Вырыбать липу стали гораздо реже. Но целых 70 лет потребовалось для того, чтобы восстановить ареал произрастания липы. Сегодня спасать необходимо уже не деревья, а народный промысел. Мы побывали в российской глубинке, узнали, откуда берутся мочалки. И почему мочалки, лапти и кисти родственники, а лыка, природный материал и ничего плохого с крокодилом из моего детства не случится.